Бильярд Я угадал с одеждой или нет? Да, мы угадали Единственное, что сейчас принято решение длинными рукавами играть Рукав должен быть Чтобы не удлинить ки Почему? Потому что рука, когда опирается, может влажная быть и повлиять на Серьезно Судя по цвету шаров, у нас в данном случае сегодня русский бильярд Русский бильярд у нас отличается тем, что шары все белые Один, значит, вот малинового цвета И лузы у нас уже, чем в американке Сколько вы играете уже? Ну я играю, как вы понимаете, кто это в 70-е годы Кто жил в сельской местности Там в основном ребятишки играли во что? В футбол, в валетбол, в лапту Приходили в клуб И в бильярд, видимо Да, в каждом клубе стояли маленькие столики бильярдные, железные шарики Вот с этого и началось Ну ладно, теория у нас на этом еще не заканчивается Однако предлагаю уже перейти к практике Поехали Вот образуется линия Значит, я должен правильно подойти к этой линии Это с подхода к слойке Вот я подхожу, чтобы правая нога у меня была по этой линии Оставляю левую ногу Левую ногу оставил на ширину плечи И потом, когда начинаю принимать вот это положение Значит, кей должен находиться по этой линии И левая рука ложится Вот она ложится на эту линию Вот ложится И начинается изговорить мост Вот руку положили Пальцы все подтягиваются Вот этот большой пальчик поджимается к этому указательному пальцу И вот эти пальцы раздвигаются Итак, смотрите то, как нужно держать мост То есть руку на столе, а также их виды Рука, которая держит кей Угол в локте 90 градусов Кистью не зажимаем кей, а держим его большим и указательным пальцем в кольце Отлично Можно даже похлопать Хорошо Так, ладно, переходим к следующему этапу Что у нас дальше идет? Упражнения Только вы пришли Многие ошибку делают Какую? Начинает вставать с того сразу Шары вставит И начинает играть Но прежде чем играть Нужно Чтобы это тело Понаклонялось Какие-то упражнения сделать Значит, упражнения Замахи вдоль стола Вдоль бортика Вдоль прямой линии Далее Поставили шарик Пытаемся попасть другим Делаем это Не меньше, чем Сто раз Потом ставим шарики С разных сторон Повторяем то же самое Раз 70 Далее отрабатываются Свояки Это самые трудные Свояки Шары забивать То же самое А Понял Прошу Но это уже Это уже да Свояк Один из самых трудных ударов И не зря говорят Свояк Любит ласку А значит Нужно рассчитать Силу удара Кстати Есть вот такие девайсы Которые позволяют Отрабатывать Свояков Очень удобно Отлично Если я разбиваю пирамиду Мне лучше бить в центр Или это не важно Давайте этот Сейчас элемент Тоже разберем По накату Вот так Негонечко Чтоб он шар Сделал два борта То есть не дать мне Возможность После вашего удара Атаковать Вот это удар Это называется Профессиональный удар Очень хороший удар Почему? Потому что У вас сразу Видите Атака Свой Свой Вот этим Свояков Здесь вот Прямая Стала Вы дальше Продолжаете Игру Так что Запоминайте Если вы в силах Разбить пирамиду И сразу Разогнать шары По лузам То вперед Если нет Просто накатом В грань пирамиды И максимально Портим Жизнь сопернику А всевозможное Вот то что Вот это вот Вот это вот Это вот такой удар Называется Радикулитный Это Беляр Я так его упражняю Радикулитный Радикулитный удар Ну это как бы Такой показушка Просто Или это Нет Это отработанные удары Да Условно говоря Если например Вот здесь У меня стоит шар Вот таким образом И вот так У меня стоит шар Вот бывает Вот такая ситуация Бывает Да Вот Вот этот удар Вот Изгибаетесь Вам же хорошо Ленью видно Ну да Вот этот Отлично Отлично Я мастер Радикулитного Ребят Если шар стоит далеко Используем Вспомогательное Оборудование Которое называется Машинка Но между спортсменами Называется Теща Да кстати Держать кей Как копье Тоже можно Главное Поймать Баланс Ну и никого Не поранить И это далеко Не все Что использует Бильярдис Тут и прибор Для зачистки Наклейки И салфетки Мел Держатель Махровая тряпка И конечно Перчатка Да кстати Совет от мастера Не покупайте Дорогой кей Пока не поняли Ваш ли это вид спорта В районе Пяти тысяч Будет в самый раз Бильярд в нашем городе Вот можно сказать Что он вообще прям развит В настоящее время Значит Бильярд я считаю Что в Тюмени очень развит Почему? Потому что Официально открылась школа Спортивная школа При школе Олимпийского резерва Находится В лекоатлетическом манеже Здесь ребятишками Занимаются Совершенно бесплатно Профессиональные тренера Значит У нас уже в Тюмени Значит Нормы Пять ребят Выполнили Норму мастеров спорта Я считаю Что это большое достижение И бильярд Могут играть все И отбросьте уже Эти стереотипы Что бильярдный стол Это прокуренный бар С убивающими мужиками Нет Это уже давно Осталось Там в 95-м году Теперь бильярд Выглядит Вот так Бильярд Выглядит Вот так Редактор субтитров А.Семкин